давно мы с вами не смотрели на положение на фронтах вот и вчера вас у вас у нас не было может быть с этого и начнем потом задать зададим дополнительные вопросы если вы не против давайте да самая самая интересная самая острая ситуация как мне кажется складывается на в запорожской области но это неудивительно там идет главное направо там находится главное направление наступление вооруженных сил украины и собственно это главное направление связано с событиями вокруг населенного пункта или большого села вербова вот на ореховском на орехово-такмаковском направлении там складывается довольно не интересная ситуация значит ну по всем картам по всем источникам которые доступны в открытых в открытых медиа сказано что вооруженные силы украины сейчас уже вошли в северо-восточную северо-западную прошу прощения часть вербова и идут бои на этом направлении вот такая сплошная на синяя стрелка показывает на как это все выглядит на карте не на земле на земле все это выглядит совершенно иначе конечно не так красиво на вот на карте значит она выглядит таким образом вокруг значит что дальше дальше возникает несколько на возможных направлений первое направление которым говорят российские военные каналы это на движение на северо-восток в район в район населенного пункта нового новофедоровка вот она обозначена на карте с тем чтобы взять в окружение находящиеся там воздушные части и подразделения воздушно-десантные дивизии на которые ну а о ней чуть попозже другое направление направление на юго-запад на с тем чтобы окружить пройти между между линиями обороны российская армия которые выстроены на выстроены в этом районе и как бы между не штурмовать их в лоб а пройти между окружить российские войска которые находятся на где-то в районе между вербово и новопрокоповка и после этого можно начать движение на на такмак сообщения которые были в материалах скажем институты исследования войн некоторых других весьма авторитетных и уважаемых аналитических центров но они подтверждают то что уже в общем на картах было видно давно подтверждают что линия обороны вторая линия обороны так называемая линия суровикина это основная линия обороны она под вербово вот этим под вербово пройдено уже наверное не 10 тому назад но в качестве критерия того что это прорыв действительно был был совершен и его невозможно уже обратить обратить вспять на насчет говорится о том что там уже начала проходить тяжелая бронетехника вооруженных сил украины на что конечно свидетельствует о очень серьезном успехе потому что если действительно удастся окружить российские войска либо вот на юго-западе либо на северо-востоке но тогда это будет сильное сильное поражение очень весомое поражение россии но вокруг ситуации на вот на фронте в районе вербова уже возникли острые острые противоречия бы сказал скандал между очередной скандал между командованием российской армии высшим командованием министром шойгу и начальником генштаба герасимовым и на командующим вдв теплинским эти люди давно уже на ножах теплинский и его значит ну не соратники и не сотрудники а как бы сказать единомышленники в российских вооруженных силах требуют отставки вот этого высшего военного команды и рассказывается история о том что теплинский где-то наверное неделю может быть не 10 тому назад разработал и предложил командованию план план фланговых ударов по российской по вооруженным силам украины вот там были красные стрелочки показаны такие пунктирные вот это вот примерный замысел того что предлагал на предлагал генерал теплинский действительно но если бы этот план во первых его начали реализовывать а во вторых его бы реализовали но действительно на вот это вот фланговые удары в общем это аксиоматика любого военного оперативного искусства значит наступающую группировку противника или там если несколько группировок их нужно постараться взять в окружение именно на вот такими сходящимися ударами с флангов но в чем скандал а скандал оказывается заключается в том что герасимов по мнению сторонников теплинского сам теплинский по этому поводу не высказывается вообще о его судьбе ходят разные нехорошие слухи или хорошие но все зависит от точки зрения в общем он куда-то пропал так вот герасимов сорвал этот план отказавшись выделить самолет значит боевую авиацию и прочее все что необходимо для реализации этого плана но и в результате на вот две воздушно-десантные дивизии одна около насчет ну с двух с двух флангов на на двух флангов на каждом фланге располагалась была выделена воздушно-десантная дивизия для реализации этих идей на так вот эти в общем дивизии оказывается сейчас довольно сложном положении потому что но во первых непонятно чем их занять а во вторых потому что их отвлекли с других направлений с других даже участков фронта и дивизия вот под новофедоровкой это по моему 76 дивизия в д в туда была направлена она оказывается под угрозой окружения то есть вот вот такая вот вот очередная склока в российском командовании которая но в общем препятствует создается определенные сложности для того чтобы на российские вооруженные силы более или менее эффективно на противостояли наступлению высу на этом на этом направлении что касается других других острых направлений которые скл вот на протяжении конца прошлой недели на выходных дней и вот вчерашнего дня на там в общем не под бахмутом не под навели так называемым время в выступе это район великой новоселки там особых изменений линии фронта не было повторяю на все сейчас внимание сосредоточено на на вот этом движение на так маг движение вооруженных сил украины на так маг ну естественно возникает естественно обращают внимание на кое-какие другие события насчет прибытие в украину на первого первые группы танков абрамс из соединенных штатов но посмотрим куда их значит генеральный штаб в ссу куда их направит и направит ли вообще или будут держать в резерве юрий юрий генч можете поподробнее про абрамс рассказать и вообще достаточно ли количество потому что мы во так понимаю что мы не очень понимаем сколько их поставили а ну сколько их должно быть чтобы это имело смысл какой-то потому что ну я так предполагаю что там один или даже два или даже пять танков абрамс вряд ли что-то кардинально изменит ну естественно это ключевой вопрос вообще предполагается ну давно уже было обещано украине вот этой осенью выделить и переправить 31 танк этого категории этого типа насколько конкретно было передано вот в виде первого первой поставки первого эшелона неизвестно но я так предполагаю что где-то может быть но от 10 до 15 то есть от 3 до 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 половины почему треть ну потому что в в армии вооруженных силах украины значит есть определенная у как бы сказать соотношение количество танков в составе одной танковой роты это 11 машин значит 10 машин плюс командирский танк ну вот то логично было бы оснастить хотя бы одну танковую роту на 31 танк это танковый батальон ну что можно сказать если он будет использован для на какой-то одной определенной операции весь все эти тридцать один тридцать с лишним танков ну скажем вот наступление куда-нибудь из-под вербова там на ново прокопов куда в общем для такого рода для операции такого рода масштабов это может быть существенным очень фактором и успеха но что касается судьбы войны но я честно говоря сам в том что 31 танк то есть танковый батальон может может решить какие-то серьезные может иметь серьезные последствия будет будет иметь серьезные последствия вряд ли танков нужно гораздо больше речь идет о сотнях машина современных типов то что получает украина да конечно это это необходимо это позволяет компенсировать потери которые танки которые сухопутные войска несут во время боя в результате боев но судьбу войны это не решает как я понимаю юрий юрий генч давайте с суши на море если возможно перенесемся тут в общем во во-первых говорили о том что флот отошел от украинских берегов спрятался за крым я уже который день значит обсуждают тоже с нашими гостями а еще значит сообщается о том что вот компания рохан консалтинг занимающаяся анализом военных конфликтов пришла к выводу что балтийский флот утратил способность проводить крупномасштабные десантные операции вот значит сейчас сухопутные операции флота могут быть сосредоточены на обороне в частности его комплектация позволяет отражать десантные операции противника считают составители доклада как-то из двух союзников армии и флота у россии и то и другое что-то как-то редеет что скажете по балтийскому флоту вообще балтийский флот как и черноморский в советское время и вот до до начала практической подготовки к войне войне с украиной но тогда черноморский флот начали усиливать туда отправили шесть подводных лодок туда отправили еще пара три корвета довольно больших а вот что касается балтийского флота это был пасынок пасынок российского в мэр в целом тоже основные силы сосредоточены были либо на севере либо на дальнем востоке но и вы это абсолютно не случайно потому что балтийский флот в общем заперт был заперт и в советское время есть и после распада ссср был зато заперт балтийском море потому что выход на какие-то ну атлантические океаны в северные моря нужно было проходить через проливы очень узкие ну и там конечно его при желании могли с датских с датских берегов могли конечно уничтожить просто на ну даже так сказать аркелерийским огнем или противокорабельными ракетами и так далее он и сейчас очень слабый но там вот я посмотрел когда читал вот эту вот это сообщение посмотрела сколько всего кораблей в балтийском флоте если говорить о кораблях действительно более или менее серьезных там один эсминец и 4 корветта 4 корветта и 1 подводная лодка вот это основной боевой состав балтийского флота для сравнения в швеции имеется 7 7 корветов и опять 5 подводных лодок вот в польше примерно такая же ситуация 3 подводных лодки 2 фрегата значит несколько корветов но в общем даже вот сравнение вот с этими не самыми сильными военным отношения государством балтийский флот проигрывает тем что касается десантных возможностей на этом было до начала войны с украиной было 4 десантных корабля три из них перебросили в черное море вместе с несколькими десантными кораблями с северного флота отправили в черное море ну для того чтобы высадить как я понимаю дал планировался десант где-то в районе одессы или или значит крупных других портов украины николаева может быть ничего из этого не получилось один из этих десантных кораблей балтийских которые туда были отправлены это минск но вот с ним случилась неприятность во время ракетного удара по по севастопольскому судоремонтному заводу он видимо уже будет будет списан и разделан на металлолом его восстановление малореальное и в общем наверно слишком затратно ну а что остается остается у балтийского флота остается значит оборонные остаются оборонные задачи которые решаются не кораблями решаются наземными средствами а именно противокорабельными но прежде всего противокорабельными ракетными комплексами таких комплексов особенно в калининграде их на немало ну и вот главная задача их заключается в том чтобы не допустить приближение вражеских кораблей к берегам родной защищаемой родины а именно на калининградского эксклава да ну и соответственно конечно и где-то в районе кронштадта их немало и так далее вот это есть такая концепция называется концепция зоны запрета доступа это русский перевод английский англоязычного термина который говорит том что вот вот нужно значит создавать противовоздушная оборона противокорабельная оборона с тем чтобы создать такую зону сплошного поражения где-то в море с тем чтобы там не появлялись ни самолеты ни корабли противника но вот такую задачу пытаются решать насколько эффективно а бог его знает никто никогда не проверял боевые возможности ну на практике я бы сказал вот этих береговых комплексов субтитров